Значит, продолжаем наше выступление по поводу некой программы действий. Вот одна из важных вещей – это некая реформа политической избирательной системы. На сегодняшний день надо твердо понимать, что стадия подтасовки результатов голосования зашла так далеко, что сделать здесь уже почти ничего нельзя. И всегда будут фальсифицировать, фальсифицировать и фальсифицировать. Но это не так. Это все-таки не так. Но у нас именно ситуация очень тяжелая. Да, это системная проблема. Фальсификация у нас оказывается совершенно универсальна. И она оказывает депрессивное влияние на все стороны нашей жизни. Но в том числе, вот сейчас люди многие не понимают, у нас в стране полностью разрушен так называемый репутационный капитал. То есть у нас ученые и не ученые, эксперты и не эксперты, чиновники и не чиновники, политические деятели и не политические деятели. Везде фальсификация, везде подлог. И проблемы, которые происходят в спорте, то есть массовый допинговый скандал, связанный аж с озвучением нашей сборной от всех игр по легкой атлетике, это одно из проявлений того самого. Вот я напомню, что в США, выступлю на таких позициях, по большому счету людей, пойманных на допинге, дисквалифицировали. У нас же, напротив, у них отбирали медали, наши изготавливали им дубликаты и пытались им выучить. Вот такая вот эта вещь. То есть, по большому счету, вся выборная система наша, она глубоко порочна. И все члены избирательных комиссий, кого-либо еще, они в этом замешаны. То есть воспитано поколение школьных учителей, а в избирательных комиссиях исключительно школьные учителя преимущественно, которые только и не знают ничего другого, как подлог за деньги, как фальсификация выборов, что-либо еще. Поэтому о демократической форме правления я предлагаю перейти к республиканской. Что значит такое республиканская форма правления? Это означает, что мы заменяем выборы жребиям. То есть у нас есть, например, 5 или 6 кандидатов, и жребий выбирает из них именно того человека, который достоин, скажем, быть депутатом Государственной Думы или депутатом Муниципального Собрания. Этот жребий широко используется на самом деле. Например, при выборе присяжных он вообще всегда везде широко используется. Там же антология жребия другая, потому что там предполагается, что есть Бог, который этот жребий... Да, да. ...контролирует, да? Нет ничего случая. А у нас жребий... Значит, последние активные... А тут, получается, довериться случаю, что ли? Да, да, довериться случаю. А разницы никакой нету, кого ты выберешь. Тебе самое главное обеспечить смену элит. Вот просто я не очень понимаю, как для этого готовить кадры, по большому счету, потому что, если все поймут, что нам нужен как бы жребий, будет жребий, то зарегистрироваться там 500 тысяч человек, 700 тысяч человек на пост губернатора Санкт-Петербурга. Ты не понимаешь, что зарегистрировали ребенка? Да. Ну, вы знаете, что у нее... Ребенок выигрывает. Да. Что-то такая штука. Где-то это может быть. Поэтому, по большому счету, можно делать эту ситуацию двухступенчатой. Вначале выборы, а потом, скажем, жребий среди пяти лучших. Потом, жребием должно быть проникнуто все, что угодно. Я, например, начальником милицейского участка, то есть районного отдела милиции, то, что называется шерифом у американцев. Тоже предлагается выбирать жребием. Ну, тоже из какого-то... Виноват не виноват, брождаем жребием. А здесь такого не будет. Почему виноват не виноват? А жребий выбросать на что? На что? На пост. Захотел выбрать губернатора Санкт-Петербурга. У тебя пять человек есть, кандидат. Ты их выбрал на выборах. После этого идет жребий. Напомню, самая последняя громкость событий, это выбор... Может быть, Дмитриеву было проще допустить до выборов губернатора? Кого? Дмитриеву, Оксану Генриху? Может, было проще допустить до выборов губернатора Санкт-Петербурга? И чего от этого изменилось бы? И хотя бы посмотреть на эти результаты, а? Отменить муниципальный запад. Александр, опять дело не в этом же. Вы в суть вопроса вдумайтесь сначала. Вы понимаете, что в этом случае уже такая борьба против определенного рода кандидатов, она становится как бы немыслимо. Все равно у него будет четыре человека. Скажем, у кого там был Яковлев, была Матвиенко, был Полтавченко. У него все равно будет четыре его оппонента. И его вероятность быть избранным, она невысока. Я понимаю, что есть различные способы. В том числе, греют шары, например, считается, да? Считается, что нужная команда попала в нужную группу. Считается, что нагревают шары, и человек, которых вытягивает по температуре, определяет, что надо вытянуть, что не нужно. Что-либо еще. Но это пример сделали. Во-первых, это хорошее шоу, это можно показывать в прямом эфире. Вышло пять кандидатов, фигак, фигак, рейтинги зашкаливают, значит, еще чего-либо еще. А те, кто не выиграл их, там, таким большим пенделем со сцены, да? Ну, не обязательно. Зачем пенделем? Вот почему так популярный биатлон сейчас везде по первому месту по трансляции? Потому что, вот сегодня я смотрел, они бегут, у них четыре этапа. Они четыре раза кидают в жребий практически. Ну, это зависит, конечно. Но есть случайность. И вот это и увлекательно. Это поможет обновлять элиты. С вероятностью 20%, или с большей вероятностью 40%, они, значит, эти элиты будут, значит, люди будут переходить. Ты будешь понимать, что все, что тебе отведено, скажем, четырех-шестилетний срок. Потому что быть перезванным путем жребия на следующий срок твои шансы невелики. Поэтому я и полагаю, что это должно быть именно много. То есть надо успеть наворовать за один срок? Да. Надо успеть заворовать на один срок. Не надо откладывать. Ну, я скажу, такая система была достаточно... А Янукович так спешил? Нет. Значит, да. Нет, с Януковичем там дело очень простое. Это постсоветская элита. Они как криптоманы. Они всегда будут воровать. Всегда. Ты думаешь, что он пару лет сидел за воровство? Да. За шапки. За шапки. Вот. Это такая вещь. Тут никак не с этим можно бороться вот таким образом с заменой. Это первый критерий. Мы можем... То есть организовываем двуступенчество. Сначала идут выборы. После этого идёт во вещество жребий. То есть республиканское сперва управления. И этим жребием пронизано всё. Это... Стряска всей политической системы, она будет совершенно безумная. То есть у тебя все коррупционные схемы, которые были в такой-то вещи, они будут разрушены. Это может коррупционные будут разрушены. А не получится так, что сейчас государство управляет криво и косо, и мы заменим другую кривую косую систему. Ну, такая система в жребием очень много... И каждый раз будет обновляться кривая косая система. Я могу сказать, что она и в Древней Греции, и в Риме, где очень многое было основано именно на жребии, она работала достаточно неплохо. Есть, правда, негативный пример. Негативный пример — это выборы первого патриарха после длительного времени генерал-покурорства. Да, вы знаете. Решили Русскую Православную Церковь наградить патриархом. И Тихон, будущий патриарх, он в голосовании занял третье место. Ему сказали, ах, сейчас в юродию вытянет какие-то шареи, то есть будет брошен жребий, и ясно, что ты не сможешь победить. А по ребенку сказали, что между ними будет существовать выбор. Победил именно человек, занявший третье место в соревновании. Жребие указало именно на него. Он стал первым российским патриархом после длительного отсутствия. Понятно, где церкви, как это? Они рассчитывают на то, что жребий выпадет на то, куда ухажет Бог. Да. И здесь у нас так же ты тоже должен рассчитывать. А ты, поймите, что в этой ситуации ты правильный выбор сделать не можешь. Во-вторых, у тебя... Какая разница, какой человек придет в классику учать? Потому что зависит не от человека, а от системы. Да, тот же Крылов. А давайте сделаем обязательную ротацию. Тогда элита должна быть более расширенной. А здесь можно сделать не ротацию. Это вот необязательная ротация. Это тоже ротация. Но вот она вот устроена вот таким образом, через такое шоу. И это действительно, эта ситуация жребия, она... Есть предложение начальный этап, например, для отбора этих пяти кандидатов не устраивать в форме голосования вообще. Быть может. Тебе не надо играть в демократии. Ты можешь их выбрать по какому-то критерию. Например, по условию математического теста. У тебя набралось несколько человек. Очень... Я давно считаю, что через школьные ЕГЭ было бы очень полезно прогнать нынешний состав Государственной Думы Российской Федерации по математике. Тогда, если бы его правильно провести, много чего я в них интересного бы узнали. Вот. То есть, вот тоже такая критерия. Или у тебя должность шерифа. Должность шерифа, глава районного управления внутренних дел. И он тоже соответствует каким-то критериям. Ну, например, он не судим, что-либо еще. И через них выбираешь. И они бы относились к своим подчиненным. Ко всем остальным относились по равному. Потому что это был бы свободный жребий между равными. Вот такая вот эта ситуация. И, безусловно, были бы находились определенного рода люди, которые... Посты, которые занимались по должности. Например, там, старшего энергетика. Или кого-то. Главного теплотехника. Или чего-либо еще. Вот. Ну, по крайней мере, все политические должности, они были бы по жребию. А тут еще такой вопрос. Почему мы выбираем, на самом деле? Это же не только вопрос способа, как бы... Способа, каким появляется некого рода там руководство. На самом деле, это же момент делегирования полномочий. То есть, народ, да, как бы... Добровольно. Добровольно. Свою волю передает каким-то депутатам. Да. Которые от его имени дальше, как бы, вершат. Да. Судья там, не знаю, там, как бы, законы издают и прочее. Легитимность тем самым. То есть, онтология делегирования. А ты предлагаешь онтологию, то есть, вот тот человек, который пришел в результате зрения, кому он будет обязан? Народу. Народу. Потому что он войдет в пять. В пять. И Богу, и Случаю, и народу. Вот. И народу будет... Ну, скажи, он сам и виноват. Если он... Народ скажет, причем... Я не учил... Я скажу... Нет. Среднестатистически он и будет народ поддерживать. Тут еще, знаешь, какая есть такая... Делегирование правильно было? Нет. Тут еще такая тема же есть. Тема вины, да? Получается, если народ выбрал какого-то руководителя, а руководитель там, условно говоря, на портачину туда повел, в каком-то смысле народ тоже виноват. Потому что, ну, извините, народ делегировал там, не усмотрел, не увидел. Вот. Это тоже важный аргумент. А здесь, если какой-то руководитель не напарксачивал, что-то не то сделал, то народ не виноват. Народ не виноват, да. Это очень здорово. И это очень правильно. Это очень правильно. Система нестабильная. И это совершенно верно. Это, по крайней мере, поможет тому, что у тебя во власть будут проходить случайные люди. Это очень важно. Что у тебя не будет сплоченного по союзу бюрократов, которым является Единая Россия, которые занимаются фальсификациями и выборами на всех этапах. Так, может, вы не будете голосовать за ядрой силы? Тогда будет у вас все нормально? Зачем вы думаете какие-то такие... Ну, мы все принимали участие в данном округе в униципальных выборах. И мы видели, как было накидывано, голосовало 150 человек. 200 голосов по каждому участку. Если бы у вас больше не 200 человек за вас проголосовало, а 20 тысяч весь был округ. Да. И стоимость такой технологии. Она дорогая. А то, что я предлагаю, она дешевая. Население. На самом деле, можно больше... Ну, не прикольно. Можно, конечно, оставить вот это все-таки выборы диригирования, да? То есть, онтологию, что это жить все-таки в онтологии диригирования. Но выборы сделать сеть электронной полностью. Да, это тоже очень правильно. Потому что подделывать результаты выборов с одного компьютера гораздо удобнее. Есть и на самом деле. Дело не в этом. Дело в том, что, как бы, есть понятие электронной подписи. Ее уже не подделать никак. Ты как бы, ты можешь зайти на сайт и посмотреть. Смотрите. На сих пор твой голос... Почему республиканская форма правления, она считается более предпочтительной, вот такая, свежая на выборах. Потому что полагается, что человек, который занимал старший этот пост до этого, он имеет в отношении к другим депутатам преимущество. Во-первых, его лучше знают люди. Во-вторых, он имеет возможность оказывать на средства массовой информации определенного рода влияние. И чтобы вот подобного рода вещи изолировать, уничтожить, предлагается вот этот самый выбор. То есть, тогда выборы, то есть, жребий, тогда у тебя ситуация человека, который претендует на, скажем, пост губернатора Санкт-Петербурга, у него таких мотивов не будет. У него вероятность выбраться 20%, не больше. Постарайся сделать за эти четыре года все, что сможешь. Дальше ты будешь никого. А если не можешь, то, наверное, есть законное право тебя наказать? Ну, вполне возможно. Возможно. По стороне не виноват? Не виноват. Это делалось, вот мы вспомним эту крепость в Судаке, да, генуэзскую. Там же присылался, значит, из Италии наместник, он написался на два года, он вел книгу. Одна оставалась на месте, а вторая книга привозилась на место в Генуэз. И там после его правления двухлетнего состоялся суд. Вот по всем этим вещам. То есть такая вот эта форма была. Я хочу обратить внимание, что италийская, то есть итальянская система правления, она тоже была основана не на выборах, она тоже была во многом основана на жребии. Древнеринская. Древнеринская была другая, христианская антология была, там, где Бог, на самом деле, должен был на все указать. Например, как определялась собора? Собор собирали, как они там, вселенские? Как они определялась? Почему считали, что если с собой придет какое-то решение, это решение правильное? Потому что это демократия. А потому что предполагалось, что Бог участвует в этом соборе, и как бы он руководит и как бы и водит. И собор не может прийти к неправильному решению. Потому что все это, как бы, все этим управляет Богом. Ничего причина не было. От причинного более. Но мы сейчас живем-то в другом. Другой отталон. Да, и когда у тебя собирается социалистически значимая величина, например, депутата в Государственной Думе в количестве 450 человек, ты можешь тогда в этом смысле ты можешь твердо сказать, что ими будет руководить уже непосредственно Бог. А почему вы не делаете, что вы как выборщика выбираете? Пусть депутат выбирает президента, допустим. Нет, это вторая вещь. Я тоже полагаю, что вместо президентской системы правления надо переходить к парламентской. Это я тоже так полагаю. Но, тем не менее, при всем при этом... Чиновник нашей страны так не предполагает. Ну, пока да. Но на сегодняшний день есть очень удачный эксперимент. Пытаются армяне перейти прямо сейчас. У них конституционная реформа. Они в президентской форме правления пытаются перейти к парламентской. А почему там тоже это возникает? А почему? Потому что... Ну, представьте себе, некая партия в каждом округе побеждает всех остальных с перевесом в 2%. Тогда ясно, что высший орган будет состоять, скажем, или человек будет состоять в представляющих этих 2% или где-то еще там. Вот. А считается, что если у тебя будет выборы организованы по-другому, то у тебя вся спектра политических партий, может быть, ну, политические партии в парламенте будут представлять весь спектр мнения. И здесь у тебя тоже, если у тебя будут выборы происходить на основании жребия, то именно тогда у тебя парламент статистически будет представлять все слои населения. А не вот в этом случае. И фальсифицировать их будет сложно. И опять-таки еще денег на рекламе поднять можно. Ну, на рекламе в смысле. В Антаркте. В Антаркте. А сейчас у меня выборы этого Петербурга. И все собрались с телевизора, значит, часть на стадионе. И тут юродивы вытягивают этот подогретый шаг. Какое чудо! Опять победил уже четвертый раз в результате жребия предыдущий губернатор Санкт-Петербурга. Да. И подобного рода статистические нарушения надо будет вписать в избирательный закон. И когда ты будешь видеть, что у тебя происходят подобного рода избирательные коллизии, отклонения от статистики, выдающиеся просто, то ты отменяешь выборы везде в это же время. Делаешь их заново. Это будет совершенно ясно. Потому что математика не врет. Математика всегда покажет тебе все, что будет. Это первое. Это выборное. Ну и вторая эта ситуация. Я полагаю, что надо все-таки переходить от президентской демократии, парламентской, то есть президентской, где у нас нынешний президент является, обладает правами большими, чем права абсолютного монарха надо уходить. Потому что мы очень сильно начинаем зависеть от душевного здоровья данного индивида. То есть он болеет на голову. Мне кажется, проблема-то, наверное, все-таки не в этом, не в том, какая система правления. Проблема в том, каким образом, как думает народ, менталитет народа. Если, извините за выражение, из 140 миллионов населения приходит 30% только на выборы, остальные просто не приходят. И в результате из этих 30, побеждая, грубо говоря, 20, то есть наш президент является представителем 20% населения. Нинчинство. Нинчинство. Ну, это же ненормально. Подождите, не голосовать на выбор, это тоже голосование. Понимаете? Протестное голосование. Да, понятно. Но это протестное голосование, оно не ведет ни к чему. Ну и что? Одно не поймете, это мы, как бы, наша сторона, наш народ заслуживает своих правителей. Что вы хотите? Я к этому и веду, что надо менять и систему управления. Просто народ поменять. Игорь Михайлович, менять народ. Да. Чтобы поменять народ. Запретить русский язык. Да. Русский язык вообще народ запретить поменять. Да. Аккуратненько куда тебе язык-то? На усилке. Высил. Нужна радикальная идея. Они будут правильно голосовать. Вот это вот. Такая, значит, ситуация. Поэтому вот эта ситуация жребия, но мы понимаем, что ситуация на жребии гораздо дешевле избирательной системы, основанной на жребию. Но несравненное количество у нас. Вот. Это большая экономия, экономия сил и плюс заработок на рекламе. Просто не предлагаешь ничего. Я жребий же можно по горшочкам, по черепкам. Как говорится. Просто как уж если уходить в архаику, давайте тоже черепковый право тоже введем. А черепковый какое что-то нужно? Я не помню, если красный черепок, то там да, что ли? Если чего на черепок, то нет. Ну да, а что нет? В принципе, это не лично. Я просто только тому правду. Давайте все архаичные. Тебе чего нравится? Все архаичные. Тебе именно черепки нужны. Ну бабу черепки будем сделать там. Черепки давай сделать. Уже это приношение тоже речь полезная. Не принципиально. Оставился на своем посту, сожгли. Ну. Следующего давайте. А кстати, вот наказание предполагается или нет? За правление в твоей сети? Ну конечно, а потом да. Ну нет, в каком-то никто не отменяет. Это большая, принципиально, если иммунитет у тех, кто заканчивает свое правление. Юрий Мухин предлагал следующую реформу. Такую. Он говорил, что четыре года был губернатором, потом четыре года отсиди в тюрьме. Был восемь лет президентом, еще восемь лет срок. А что вы предложите, так сказать, все с точностью до наоборот. Когда народ не выбирает, скажем там, представителя государственной думы, палаты или президента, а после окончания его срока выдает ему некий такой вердикт. Казнить нельзя помиловать. И тогда как раз и посещаемость выбора будет, мне кажется, больше тридцати процентов, потому что каждый будет заинтересован поставить там галочку за срок или смертную казнь, потому что здесь как не справится за пять лет с их правильным правильным. то есть такая архаичная справедливость, да бросать камнями. Да. Это вам кажется, что так сразу оживятся. В общем, я ничего не думаю. Интересно. Вообще, я полагаю, что должна быть смертная казнь, конечно, должна быть отменена. Ее быть не должно быть. Ее не должно быть из смертной казни. Ни в коем случае. Зато должна быть и право на эвтаназию. Зачем? Ну, если человек хочет умереть, пусть умрет. Зачем он будет? Будет рисковать жизнью, падая с восьмого этажа, если он не умрет там. Ну, как часто, больные его. Ладно сам, так он может на кого-то упадет. Дело в том, что эвтаназия. Некоторые люди, так сказать, в припадке психологических проблем могут принять... Вот, вот, вот. Это тоже правильно совершенно. То, что в Бельгии 23-летняя девушка, 24-летняя девушка приняла решение по своим личным причинам уйти из жизни и ее приняли с ней. Это глубоко правильно, я полагаю. Нет. Это не правильно. Человек сейчас у нее такое состояние. Завтра он будет поправиться, будет нормальное состояние. Нет, ну ты смотри, здесь это значит... Следующая вещь, которая будет. Ты... Она решила уйти из жизни. Про эвтаназию при чем? Вы говорите про форм управления? Ну, хорошо. Давайте потом. Потом про эвтаназию поговорим. Ребята, вы давно не встречались. Хорошо. Потом поговорим про эвтаназию. На какую тему говорим? По поводу эвтаназии. Но я, по большому счету, все сказал. То есть, вот предлагается... Я считаю, что ситуация с выборами в России является нереформируемой. По всей уверенности они всегда будут подделываться. Воспитано поколение учителей, членов избирательных комиссий, для которых является... Ну, в основном учителей. Госслужащих. Госслужащих. Для которого подделка, подтасовка что-либо еще, фальшивые диссертации, там еще чего-либо еще, является образом жизни. Ничего другого они другого не понимают. Они всегда будут воровать, не всегда будут лгать, они всегда... Как криптоманы. Криптоманы воруют не потому, что ему деньги нужны, а потому, что ему нравится сам процесс. И вот наши таковы... Ну, в советское время, если помните, считалось, что если ты не воруешь, то ты придурок. Воровать государство – это был кодик. У государства, конечно. Вы вразительные категории есть. Ну, например, у вас. А, у ваших. Ваши другие. Ну, давайте, как бы, я другую систему предлагаю. Другая система состоит в следующем, на самом деле. Это, во-первых, депутаты, у депутатов, которые вступают должен, берут залог имущества. Ну, там, околхваты, квартиры есть, у кого-то там, еще ухо еще есть. Все берет залог. Как будто грабушка в спичек. Нет, я к тому говорю, что если вдруг по каким-то причинам там проворуются, или там, какие-то компроматами, залог ведь уходит, он там, как бы, как бы, как бы, он выходит сам пол. Во-вторых, на самом деле, депутаты не могут ничего голосовать, кроме говорить, да и нет. Там никакой инициативы нет. Как его? Законодательной инициативы никакой нет вообще. Законодательной инициативы существует только там в каких-то экспертных советах. В чем, для того, чтобы быть в экспертном совете, надо, на самом деле, подтвердить это свое. То есть, туда, пускай, условно говоря, там, какие-то, доктора наук. Да, доктора галактических наук исключительно. Ну, такие. Академики полуношной, космической академики. Ну, смотри, проблема состоит только в том, что депутаты только голосуют, да и нет. И они только, фактически, они только выражают, могут выразить только волю, как бы, там, за или против. Есть другой более интересный случай. Законодательную инициативу давать это законодательным депутатам нельзя. Ну, потому что они сразу начинают грабировать интересы и капиталы, и все. И труба. Ну, фиг его знает. Есть другой способ, это у нас на сегодняшний день. А если это плохо, если лоббируются интересы? Это то, что происходит тихонько в Калифорнии, это так называемая прямая демократия. Мои интересы ничего не обедаются. А капитала большого? Нефтяников. У нас, например, если вы заметите, сейчас в государстве лоббируются интересы нефтяников, газовиков, там, да? Ну, там, наверное, металлургов. И сейчас мы живем строковщиков. Мы в Ленополии живем. С строковщиков, допустим. Строковщики нас уже наглели, допустим, ОСАГ. Ну, да. А что сейчас с этим ОСАГом сделает? Ну, вот я уже купил... Александр, купите автомобиль, и вы поймете. Ну, у тебя еще маленький этот... А у меня, я покупал, 11 было тысяч. А с какой стати? Блат, а в чем разница? Тем, что у меня движок 2 литра, а у тебя 1,6, что ли? В чем разница-то такая? Я просто говорю, что... Чем я отличаюсь? 11 тысяч в год, это что, проблема большая, что ли? В чем у вас проблема, это я не пойму. Проблема состоит в том, что, например, 8 тысяч ты платишь за ОСАГа, а 37 тысяч я плачу за КАСКО. То есть, а вы получаете 45 тысяч? Дело не в этом. Дело в том, что КАСКО отличаться от ОСАГа так не должно, а это бред. Нет, это не о том идет речь, о том, что эти тарифы ничем не обоснованы. По сути, это является скрытой формой налогообложения в лицо, как система Платона, конкретных физических лиц. Так что, в общество объединитесь, выразите свои интересы, подойдите к депутату хотя бы, для начала, там, к какому-то Федросовскому, допустим, или там коммунистическому. Ну, ясно, я понимаю. Подходите, писайте, ходите, подходите к депутату. Ну, сейчас же население-то устраивает, а количество автопарк-то у нас увеличивается, значит, и людей устраивает. Ну, ладно, опять и уехали. Ну, вот, ну, в общем, это... Значит, есть по этому поводу калифорнийский пример, так называемая, благодаря информационным технологиям, прямая демократия или швейцарский, когда по всему чему угодно все жители по любому вопросу могут проголосовать. Тебе не нужны депутаты, как некоторые. Ну, да, вот этот, как бы, электронный способ. Да, электронный способ. Электронный ход передается, кажется. И поделать невозможно. И они голосуют, все прочие. Потом ты можешь даже... Система криптографии. Да, и можешь узнать, голосовал за тебя кто-нибудь или не голосовал. Да, и на сайте просто как бы твой голос как бы там... Это, да, тоже такая ситуация, что тебе... Ты видишь, что он... Да, то есть ты, грубо говоря, поэтому тебе не нужна ни Дума, ни остальные органы голосующиеся. У тебя есть некоторое право, определенные лица, но любой человек, может быть, право из законодательного инициативы какой-то, набирает 100 тысяч подписчиков. А, допустим, по каким-то серьезным вопросам, допустим, по тому же самому бюджету, как... Что, простой человек будет изучать там документы, там, в сотне страниц? Он просто не понимает, нет базовых знаний, чтобы ценить это. Даже он, если изучит. Ну, нет... А депутаты, которые тоже читать думают? Так у тебя будет это... Тоже читать думают? Нет, у тебя будет... У тебя есть дискуссия в прессе. У тебя есть дискуссия в прессе, и на основании этого их вещей ты при нём делаешь свой выбор. Ты смотришь, может быть, тот раздел, который тебе интересен. У тебя не останется время для занятия своими делами, так сказать, для своей работы. Нет, не право. А что такое демократия по-моему? А демократия, мы здесь сидим, а они там правят, так что ли потом? Демократия, это когда ты правишь. Нет, ну демократия... Ты хочешь править? Ты правишь над... Я вообще предлагаю страну разделить это на 140 миллионов кусочков. И каждой всем раздать. А там как хотят объединяться. Как хотят объединяться. Как хотят объединяться. Да, каждый кто угодно. Жил в Москве, вот жребе кинул, а ему там в Чукотке. Поедет вот там. Ну а что делать? А квартиру можно свою отдать, да. Чукчи. Чукчи объединиться, и потом... Чукчи за это проголосуют, да, я думаю. Ну вот. У них своя традиция. Да. Традицию надо уважать, безусловно. Там, помнится, ребята слили Кука. У нее была традиция такая. Ну ее надо обязательно... Ну вот, это будет такая вот эта самая система. Есть действительно ситуация прямых выборов, а есть просто ситуация жребия. И вот эта ситуация жребия, которая надо... Она кажется сейчас чрезвычайно дикой и странной, но она с энергетической точки зрения. То есть она позволяет сохранить громадное количество ресурсов. И, по крайней мере, добиться того, что наконец-то во власть начали появляться случайные люди. И мы тоже сюда что-то сделали. У Борхеса есть такой рассказ, по-моему, у Борхеса, где выборные должности определялись именно жребия. Ну, я не знаю, как Сана Борхеса много читал, но рассказы так он читал. Но это разумно. То, что Вы предлагаете там выборами, жребиями и так далее, это, так сказать, собственно говоря, не суть процесса, а формы. Мне вообще, честно говоря, даже немного удивно Вас слушать, имея кандидатские степени философских наук, значит, что Вы не разделяете форму от содержания. И все тайны же взаимодействуют и формы содержания. Вы сейчас, Игорь Ильич, говорите, что давайте мы заменим электронную какую-то форму голосования, и мы решим сразу всю эту проблему. Или давайте мы, значит, выборную заменим ротацией. Да мы ничего, мы только форму поменяем, а суть-то где? Понимаете? Все же взаимосвязано. Мне-то очень даже странно вот слушать Ваши рассказы. Вы предполагаете, что это изменение формы не поменяется суть, а это не так. Нет, это взаимосвязано. Я сказал, что Сана Борхеса не греется. Не только с коррупцией, просто вообще. Как с миром бороться, Игорь имеет в виду. Как бороться с миром?